Приветствую вас, друзья, на канале. Сегодня на обзоре и тестах будет интересный фонарик фирмы Fenix. Впервые я увидел его у одного блогера по имени Абвгат. Это довольно известный походник. Ходит по лесам Сибири и не только. Сам он из Красноярска, насколько я знаю. И вот несколько раз в его видео я видел этот фонарик. Решил поискать его на Алиэкспресс, потому что по той ссылке, которую указал в описании к видео сам Андрей Абвгат, он стоит дороже. И действительно получилось его довольно быстро найти на Алиэкспресс. Очень интересно мне, чем отличаются фонари такого класса от обычных китайских фонарей, которые я ранее уже заказывал и тестировал на канале. Кстати, это тоже очень неплохие фонари, но стоят они во много раз дешевле. Есть с одним светодиодом, есть с двумя светодиодами. Также в этой линейке есть фонарь, который имеет линзу для фокусировки луча. Но он мне не очень понравился. И я использую только такие фонари. И вот мне очень стало интересно, что же такого крутого в этом фонаре. Когда пользуешься вот такими вот фонарями обычными, которые не имеют зумирования, иногда в походах в горы, а также кто занимается рыбалкой, тот поймет, что бывает не хватает луча, чтобы светить далеко вдаль. Но фонари, которые имеют линзу для фокусировки, они не герметичные. Внутрь попадает влага, пыль и так далее. Чтобы выйти из такой ситуации, здесь, я смотрю, сделали два светодиода. Вот этот, как я полагаю, здесь стоит рассеиватель. Этот светодиод светит широким лучом, а вот этот светодиод светит вдаль. Упаковка, конечно, довольно неплохая, прям внушает доверие. Очень интересная система здесь. Что-то нужно здесь... О! Нифига себе они заморочились. Ну, наверное, это удобно. Хотя мне и вот этого обычного ремешка достаточно. Но надо заюзать такой и попробовать. Возможно, я потом не смогу пользоваться обычными ремешками. Кто знает. Тут, конечно же, легче. Феникс тяжелее. Кстати, модель я выбрал такую. Там ещё есть в линейке несколько моделей. Я не стал особо разбираться, так бегло посмотрел. Думаю, что этого будет достаточно в большинстве случаев. Вот такой он здесь ещё и с аккумулятором. Ничего себе! Аккумулятор Феникс. Интересно, что у него там внутри под термоусадкой? Наверное, какой-нибудь Panasonic. Как вы думаете? Пишите в комментариях. Довольно увесистый, но он здесь идёт с защитой. Печально будет, если сам фонарь не имеет функцию защиты. Потому что вот эти фонари имеют защиту от глубокого разряда. Разрядить глубоко элемент они не могут. Начинают предупреждать. Хотя в роликах у самого Андрея Абвегата я видел, что этот фонарь тоже предупреждает о низком заряде батареи. Видимо, здесь защищённый аккумулятор. Это на всякий случай мало ли чего. Очень интересно, как бы их так протестировать, чтобы условия были одинаковыми. При этом измерить ток потребления и увидеть визуально, насколько ярко они при этом светят. 3,6 В, грубо говоря, на элементе. Практически средняя точка. Но у меня есть другой аккумулятор, который заряжен чуть-чуть повыше. До 3,8 В. Я думаю, этим аккумулятором будет гораздо лучше тестировать. Кстати, здесь он может и не достать. Получается, сюда обычный аккумулятор не подойдёт, что ли? Да, обычный аккумулятор сюда не достает. Печально. Вот так вот производители заставляют пользоваться фирменными аккумуляторами либо аккумуляторами с защитой. Кстати, здесь какое-то просветление бликует прям, я вижу, фиолетовым цветом. Ни фига себе. Если включить... Я бы не сказал, что он прям очень ярко светит. Даже визуально. Вот этот тоже ярко светит. Вот получается максимальный. Хотя нет, феникс светит поярче. И цвет свечения у него приятнее, конечно. Потеплее чуть-чуть. Тепло довольно сильно идёт. Здесь тепла ещё больше держать. Держать невозможно. Я думал, КПД у такого фонаря должно быть побольше. Потому что здесь понятно, что ещё идёт инфракрасное излучение. Не полностью всё излучение инфракрасное преобразуется в видимый диапазон. Да, заметно. Заметно. Жжёт гораздо сильнее. Сейчас сравню с вот этим фонарём. Здесь два светодиода. Визуально сейчас попробовал в темноте. Конечно же, этот светит поярче. Раза в полтора как минимум, а то и может быть в два. Но, возможно, не в два, а в полтора точно. Вот так. В этом режиме. Ух ты ж, в этом режиме вообще жжёт. Прям держать невозможно. Офигеть. Обжигает. В этом режиме такой приятный рассеянный свет. Интересно. За счёт рассеивателя. Включается первым нажатием здесь загорается светодиодик. А потом длительным нажатием включается... О! Можно сразу оба включить. Ничего себе! Причём, на полную яркость можно оба включить сразу. Офигеть. Возможно, там высокотоковый стоит. Ну, не думаю, кстати. Интересно, как себя чувствует схема защиты. Не греется ли она? Да нет, не греется. Хороший там транзистор стоит в BMS. Совсем забыл сказать, что здесь для заряда используется микро-USB разъём. Вот здесь вот он находится. Здесь уже идёт USB Type-C. Это очень хорошо. Сейчас я измерю токи потребления в разных режимах. Включаю тот, который светит вдаль. Дальнобойный, так скажем, режим. При минимальной мощности потребление 0,2 мА. Аккумуляторы все я зарядил до 3,8 В. Следующий режим 0,7 А. И максимальный режим 3,3 А. Офигеть. Лампа, которая светит рассеянным светом. В минимальном режиме она потребляет 0,01 А. Офигеть. Вот это КПД. Я помню, что вот эти фонари потребляют 70 мА. А здесь 10 мА. Следующий режим 130 мА. И максимальный режим 1,1 А. Я надеюсь, эти данные кому-то понадобятся. Не зря я провожу эти тесты. Тест токов потребления фонаря с двумя светодиодами. В максимальном режиме потребляет 2,14 А. В следующем режиме потребляет 1 А. В следующем режиме 0,46 А. 0,15 А. И в минимальном режиме 50 мА. Эти все режимы я постараюсь ещё проверить. Выйду в тёмное время суток и сравню эти режимы по яркости свечения. Фонарь с одним светодиодом в максимальном режиме потребляет 1,5 А. В менее ярком режиме 0,7 А. В следующем режиме 0,32 А. 0,11 А. И в минимальном режиме 30 мА. И теперь проверю вот этот фонарь. Он очень давно у меня уже. Не знаю, что это за фонарь. Брал не очень дорого, насколько я помню. Максимальный режим 1,9 А. Средний режим 0,89 А. Минимальный режим 80 мА. Ещё у него есть режим стробоскопа и SOS. Кстати, эти фонари имеют те же самые функции, что и здесь. Режим стробоскопа и SOS, плюс ещё маяк. В режиме маяка вот эти вот фонари выдают время от времени очень яркую вспышку в максимально ярком режиме. Сейчас я возьму фотоаппарат и штатив, пойду на улицу и попробую сравнить яркости. Офигеть, уже брожу тут минут 10. Нигде не найти полной темноты. О, ништяк. Вроде тут есть темнота. Но глазами тут почти темно, а камера что-то видит ещё. Ничего себе. Там, наверное, ISO зашкаливает. Наверное, поставлю ISO фиксированное по-любому. Тысячи ISO поставлю. Ну, как-то так вот он светит. Фонарь с одним светодиодом. Он светит гораздо ярче, чем мой старый фонарь. Пробую. Ну да, глазами, конечно. Глазами он здесь всё освещает. На 100 метров точно. Может быть, есть смысл добавить ISO. Добиться примерно той освещенности, как видит глаз. Как-то вот так. 2500 ISO. Думаю, где-то так вот. Это фонарь с одним светодиодом налобный. На максимальном режиме. Сейчас ещё раз включу мой фонарь. Старый. Ручной. Ну, он светит заметно слабее. Но вот за счёт того, что у него пятно, возможно, он немножко дальше пробивает. Либо это так кажется, потому что вокруг освещенность меньше. Сейчас налобный. С одним светодиодом. С одним светодиодом. Так. Налобный. С двумя светодиодами. Вывожу на максимальный режим. Ну да. Светит заметно ярче. Видны два луча. Угу. Таким недавно мы с гор спускались. Кстати говоря. Получилось записать интересные кадры. Таймлапсы. Со звёздами. Кому интересно, пишите в комментариях. Стоит ли их выкладывать на основной канал. С этим понятно фонарём. Включаю феникс. Ближний свет. Вывожу на максимальный режим. Ну, конечно, он светит, естественно, только вблизи. Но его свет гораздо приятней. Я поставил баланс белого автоматически. Поэтому камера автоматически его выравнивает к более белому. Но здесь он немножко желтоватый такой. Более приятный. Вот если я включу этот фонарь. С двумя светодиодами. Видно, что он светит вот таким светом. Сейчас баланс белого автоматически выравняется. Если посветить этим фениксом, то видно, что он желтоватый. Включаю дальнобойный режим. Кстати говоря, сравнить дальнобойный режим. Минимальный с моим старым фонарём. Ну да, мой старый фонарь светит-то поярче, чем феникс на минимальном режиме. Добавляю. Вот, кстати, следующий режим у феникса ярче, чем мой старый фонарь. И заметно приятнее как-то светит он. Края цепляет ещё за счёт рассеивателя. Ну, за счёт рефлектора своеобразного такого. Мне прям нравится его пучок. Приятно освещает. Периферия гораздо ярче освещается. И центр. Хотя, кстати, вот мой старый фонарь пучком светит дальше в любом случае. Ну-ка. Максимальный режим феникса. Ну да. Вот максимальный режим просвечивает прям вдаль вообще. Суперски. Сейчас сравню с фонарём с двумя светодиодами. Где он тут у меня? Вот получается фонарь с двумя светодиодами как светит. А это как светит феникс. Феникс заметно ярче светит. Офигеть. Феникс с двумя светодиодами. Феникс. Ну блин. Наверное, некоторые из вас перешли по ссылке, уже увидели его стоимость. А вот эти фонари с двумя светодиодами с одним светодиодом в районе 12-13 долларов стоят. Представляете, какая колоссальная разница. Да. Такой фонарь, конечно. Даже потому, что он так светит ярко и приятно. Не знаю. Кстати, я разобрался, что означают вот здесь светодиодики, когда нажимаешь единожды на кнопочку. Здесь четыре светодиодика. Они показывают, насколько заряжен фонарь. Сейчас одно деление. Вот этот фонарь 12-13 долларов. Вот он светит на свои 12-13 долларов. Да, у него нет индикатора заряда батареи. Также аккумулятор внутри заряжается, как и здесь. Но здесь Type-C уже сделали. Но не знаю. И эти фонари полегче даже идут, чем Феникс. Там, где ты выживаешь, как, допустим, Абвгат, он реально в таких условиях ходит по 170 километров. Многодневные походы пешие. Там, может быть, да. Смысл есть в таком фонаре. И ближний есть. Причем потребление его в этом режиме, вот в этом самом минимальном, это просто капец. Причем, что-то вот делать очень даже хорошо все видно. В избушке там, где он ходит. Что-то вот так вот, когда делаешь, разжигаешь костер. Это круто. И аккумулятора хватит пипец надолго. Если 10 миллиампер, 3400 поделить на 10, это просто пипец. Сколько часов. Я считаю, что этот фонарь переоценен. Для обычного пользователя. Но, как правило, такие фонари как раз для специфического использования. Это понятно. Короче, решать вам, кому что нужно, в зависимости от потребностей и кошелька. Ссылку я оставлю и на фонарь Fenix, и на вот эти вот дешевые фонари. Ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Если видео понравилось, обязательно ставьте лайк. Если не понравилось, дизлайк. Делитесь обязательно этим видео в соцсетях. Это лучшая благодарность для меня. Увидимся в следующих видео на канале, друзья. Всем пока!